Книга «Открытым оком. Тема объединения. Том 30. Вопрос 4073». Как вам кажется, если бы опросить сегодня тех, кто открыто выступал в РПЦЗ против объединения с патриархией, а потом ратовали за объединение, то что бы они сказали в свое оправдание? «Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. А зачем им оправдываться? Они судили, потому что видели. За 10 лет многое изменилось. Изменилось у зарубежных, в их сознании и в прихожанах, которых с каждым днем все меньше становится. Ибо нет всеобщего благовестия в мире». Уже в октябре 1997 года епископ Варнава, главный вдохновитель Хевронского скандала и 13 других представителей Западноевропейской епархии РПЦЗ, обратились к митрополиту Виталию и членам зарубежного синода с коллективным открытым письмом, в котором предостерегали. «После недавних событий в Иерусалиме наблюдается вольность в общении с представителями РПЦ, которую они определили как беспринципное братание». «Неужели настало время возможного нашего общения или даже слияния с московской патриархией?» – вопрошали они. «Надо не забывать о том, что, начиная с первого советского патриарха Сергия, московская патриархия неканонична. Измена нашей позиции будет предательством и гибелью, лежащими на нашей совести». Довольно неожиданно эту группировку поддержал молодой епископ Сиатлицкий Кирилл, векарий западноамериканской епархии, ранее не выступавший с подобных позиций. Он назвал совместное заявление архиепископов Марка и Феофана безответственным набором демагогических фраз, не имеющих ни одной здравой мысли. Ободренный такой поддержкой, митрополит Виталий в своем письме от 6 февраля 1998 года обвинил владыку Марка в том, что «никто не давал ему полномочий вести эти собеседования» и перешел в решительное наступление. Своей властью исключил архиепископа Марка из членов архиерейского синода РПЦЗ. Вслед за этим он разослал по всем приходам РПЦЗ свое послание под названием «Русская православная зарубежная церковь и ее современное значение», в котором очередной раз объявил 4 последних патриарха Московской патриархии, избраны коммунистическим государством, объявшим сейчас себя вокруг демократическим, вдруг демократическим. Не объявшим, а объявившим. Четыре последних патриарха Московской патриархии избраны коммунистическим государством, объявившим себя сейчас вдруг демократическим. Это высшее правление Московской патриархии есть просто безблагодатное государственное учреждение, а его члены просто государственные чиновники в рясах. Петр Перекрестов писал совсем недавно. При Советах до 1927 года Русская Церковь, как в России, так и за границей, продолжала оставаться единой. 1927 год – поворотный. Тогда образовался раскол, вызванный в первую очередь известной декларацией митрополита Сергия Строгородского. Это не был, как принято говорить, смотри, например, высказывание С. Григорьева, номер 3 «Руси православной». Раскол между живущими в России и живущими за ее пределами. Это был раскол в среде самой России. Даже короткий перечень иерархов, духовенства и мирян, которые стали в оппозицию митрополиту Сергию, убедительно показывает, что они были цветом и украшением Русской Церкви. Митрополиты Агафангел Ярославский, Кирилл Казанский, Иосиф Петроградский, архиепископы Арсений Жадановский, Серафим Звездинский, Серафим Углический, Феодор Поздеевский, епископы Варнава Беляев, Григорий Лебедев, старец Нектарий Оптинский, священники Сергий Мечев, Анатолий Жураковский, Миряне С. Нилус М. Новоселов. Покойный митрополит Иоанн в своем труде о расколах в Русской Церкви упоминает, что, цитата, Многие из тех пастырей, которые в годы борьбы с обновленчеством показали себя стойкими борцами за чистоту православия, выступили теперь после выхода декларации против митрополита Сергия. Церковные расколы в Русской Церкви сортовала 1993 год, страница 159. Когда верные чада Русской Церкви прочли послание заместителя патриаршего местоблюстителя и временного, при нем патриаршего синода, то многие из них настолько были поражены его содержанием, что решили за лучшее не задерживать послание у себя и отправили его обратно автору. Почти 90% православных приходов поступили с декларацией по вышеуказанному примеру. Там же страница 130. К митрополиту Сергию пришла делегация, которая его умоляла отказаться от декларации, но он не внял просьбам своего духовенства и пасты. На вопрос делегации митрополиту Сергию «Вы спасаете церковь?» Последний ответил «Да, я спасаю церковь». Там же страница 164. Итак, раскол создал митрополит Сергий в самой России. С 1927 года, а не с 1990 года, существуют так называемые параллельные структуры в России. А русские иерархи, находившиеся в 1927 году за пределами Родины, остались единомыслены именно с теми в России, кто не принял декларации. Следует учесть и то, что в годы после прихода к власти и временного правительства и большевиков все традиционные устои русской жизни начали с неимоверной скоростью разрушаться. Совестливые люди начали задыхаться от происходящей вакханалии, от разрухи, от потери ориентиров. Все их взоры были направлены на церковь, которая, идя исповедническим путем, противостояла всему этому. В то время, когда вся жизнь была пропитана ложью, святая церковь мужественно, открыто говорила правду. До 1927 года. С декларации начался новый этап церковной жизни. Всенародно, официально, декларацией, содержащаяся в ней ложь, стала не только приемлемой, но как бы обязательной. О декларации много говорилось и писалось. Я хотел бы обратить внимание на некоторые менее заметные моменты. Святейший патриарх Тихон, последний признанный всеми русскими православными людьми, патриарх, предал большевиков анафеме. Кроме того, он заклял всех, вступающих с ними в общение. Заклинаем всех вас, верных чад православной церкви Христовой, не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-либо общение. Акты святейшего патриарха Тихона, Москва, 1994 год, страница 83. И вот в 1927 году митрополит Сергий выпускает декларацию, в которой он, вопреки завету святого патриарха Тихона, фактически вступает в общение с этой властью. Причем он не просто, как говорят его апологеты, взял этот грех на себя. Декларация подписана и членами его патриаршего синода, состоявшего почти полностью из бывших обновленцев, и была разослана всему духовенству для обязательного принятия. Кто не принимает декларации, тот не только враг советов, но и стоит в оппозиции церкви. Так стоял вопрос в те дни. Невольно вспоминаются евангельские слова. Всякий, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Евангелие от Матфея 10, 32-33. Мы не судим митрополита Сергия лично и не диктуем ему, что следовало бы делать. Но перед нами в Евангелии и в многочисленных примерах из жития святых имеется ответ на вопрос. Какова христианская норма поведения в условиях гонений? Если можно церковь спасать ложью и дипломатией, то почему нельзя ложью спасать свои личные, семейные или общественные интересы? Где грань между позволительной святой ложью и непозволительной? И если церковь узаконила ложь на благо церкви, то почему нельзя узаконить ложь во спасение себя, ложь для продвижения в карьере, ложь для устройства на работу в институт? Известный московский протеерей отец Владислав Свешников писал Согласиться с Духом Декларации могли преимущественно наиболее незрелые, духовно нестойкие, христианские, непоследовательные, а порой и нравственно полумертвые члены церкви. Едва ли не самым тяжелым последствием новой церковной политики стало чрезвычайное искажение церковного сознания. Ложь. Обширная лукавая ложь вошла в жизнь церкви после ее легализации. Психология неосергианства. Троицкая православная газета. 1993 год. Второй момент, касающийся декларации, таков. Если святейший патриарх Тихон заклял всех вступающих в общение с безбожной властью, а митрополит Сергий в своей декларации сделал именно это, не простирается ли это заклятие на московскую патриархию по сей день? Имело и имеет ли анафематствование патриарха Тихона реальное значение и силу? А его заклятия? Кем эти анафематствования и заклятия были сняты? Это серьезные духовные вопросы, и игнорировать их русский православный христианин никак не может. Духовные вожди русского рассеяния, например, святители Иоанн Шанхайский и Аверкий, Сиракузский и Троицкий, постоянно нас призывали к покаянию и подчеркивали, что пока грех цареубийства тяготеет на русском народе, не будет возрождения России. Нельзя ли сделать вывод, что пока заклятие святого патриарха Тихона тяготеет на московской патриархии, русская церковь не будет единой? Третий момент, относящийся к декларации митрополита Сергия, имеет непосредственную связь с вопросом прославления святого старотерпца царя-мученика Николая и его семьи. На этот момент наше внимание обратил проживающий в России современный церковный историк и богослов, протоиерей Лев Лебедев. Декларация призывает не просто к признанию советской власти как божьего попущения, а именно к духовному братанию с этой властью. Далее следует перечень тех бедствий режима, которые церковь по митрополиту Сергию рассматривает как свои бедствия и называет ударами в нас, то есть в церковь. В числе таких в кавычках ударов обозначено убийство из-за угла, подобное Варшавскому. Имеется в виду убийство в 1927 году русским патриотом Борисом Кавердой, большевистского дипломата Войкова, Пинхуса Лазаревича Вайнера. Теперь не все знают, кто такой был Вайнер Вов Войков. А тогда, в 1927 году, все, в том числе и митрополит Сергий, прекрасно знали, что он один из самых главных организаторов убийства царской семьи. Итак, удар в Войкова, то есть в царе-убийцу, есть удар в церковь. Как это страшно! Поэтому русская православная церковь за границей считает отказ от сергианства необходимейшим условием для церковного возрождения в России. К сожалению, сергианство не только до сих пор не осуждено, но и выдвигается в качестве образца для подражания. Об этом ярко свидетельствуют следующие потрясающие слова патриарха Алексия II в связи с 80-летием восстановления патриаршества. Сонмам мучеников церковь русская засвидетельствовала свою веру и уготовила свое будущее возрождение. Среди исповедников христовых мы можем в полной мере назвать святителя Тихона и святейшего Сергия, выделено мною. Автор. Не зря иеромонах Серафим Роуз отмечал, сергианство станет все более и более острым предметом споров. Сущность сергианства связана с проблемой, присущей всем православным церквам в наши дни. Потери духа православия, пренебрежением церковью, восприятием организации как тело Христова, верой, что благодать и таинство действуют автоматически. Логика и порядочность не помогут нам преодолеть эти камни преткновения. Потребуется много страдания и духовного опыта, и немногие поймут суть всего дела. Русский пастырь, номер 13, 1992 год, страница 61. Благодаря сергианской политике, мирские безбожные начальники начали контролировать церковную жизнь до такой степени, что церковные кадры выдвигались и одобрялись ими. А ведь третье правило Седьмого Вселенского Собора гласит «Всякое избрание воепископа или пресвитера, или диакона, делаемое мирскими начальниками, да будет недействительно по правилу, который глаголит ащи, который епископ, мирских начальников употребит, через них получит епископскую в церкви власть, да будет извержен и отлучен, и все сообщающиеся с ним». Так имеет ли этот канон реальное значение, реальную силу, или это просто памятник истории? При обсуждении канонических причин, разделяющих русскую православную церковь за границей и московскую патриархию, и этого вопроса не обойти. Нет сомнений в том, что верующие в России отвергают экуменизм. Это само по себе отрадно и обнадеживающее явление. Большую, но не единственную роль в этом сыграли книги и статьи авторов Русской Православной Церкви за границей. Но не только книги. Наличие приходов и общин зарубежной церкви в России несомненно помогло осознанию опасности предательства православия в лоне московской патриархии. Благодаря этим приходам, дабы не потерять прихожан и власть, московская патриархия вынуждена была открыто заговорить на многие запретные темы, в том числе и об экуменизме. К сожалению, среди епископата и большой части духовенства на ключевых постах администрации МП экуменизм как убеждение жив. Нельзя обойти молчанием слова архиепископа Владимира Ташкентского и Среднеазиатского. К чему же исторический страх перед экуменизмом? Досеяли полнота Русской Православной Церкви не поступалось и вплоть до антихристовых времен не поступится ни с единым догматом или каноном чистой христовой веры. Миф об экуменической в Сиерисе вымышлен злопыхателями из РЗЦ. Русь Православная, номер 1, 1998 год. Действительно, Русская Православная Церковь за границей в лице ее иерархов и богословов дала оценку экуменическому движению и соборно определила экуменизм как ересь. Покойный митрополит Иоанн Санкт-Петербургский в своей последней статье по поводу экуменизма сослался именно на авторитет Русской Зарубежной Церкви. Но определение экуменизма как все ереси поддержали и другие духовные авторитеты. В первую очередь, один из величайших богословов XX века совесть Сербской Православной Церкви Архимандрит Иустин Попович в своей книге «Православная Церковь и экуменизм», а также Александрийский патриарх Николай VI, назвавший экуменизм не просто ересью, а пан-ересью, вместилищем всех ересей и зловерий, и афонские монахи, не говоря уже о довольно многочисленных православных авторах в России. Ложность слов архиепископа Среднеазиатского в том, что, цитата, «досели полнота Русской Православной Церкви не поступалось и вплоть до антихристовых времен не поступится ни единым догматом или каноном чистой христовой веры, не нуждается в особом доказательстве». Вспомним хотя бы решение Московской Патриархии о допустимости причащения Рима католиков. Это решение было официально отменено, по-моему, в 1986 году. Предо мной лежит и фотография Билли Грехама, проповедующего, в своем, в кавычках, «облачении» в присутствии патриарха Пимена и членов Синода Самвона при открытых царских вратах Богоявленского собора в Москве в 1988 году. Решение полноты Русской Православной Церкви на Архиерейском соборе 1994 года о допустимости совместных молитв с инославными свидетельствует о нарушении 45-го правила святых апостолов, имеющего вероучительное значение. А слова епископа Владивостокского о том, что, цитата, «богоборческая власть принуждала русскую церковь участвовать в подобных мероприятиях». Русь православная, второй номер, 1998 год. «Не соответствует утверждению Архиерейского собора Московской патриархии от 1994 года, на котором было официально заявлено, что участие Русской Православной Церкви, МП, во Всемирном Совете Церквей было продиктовано и диктуется, цитата, «в первую очередь соображениями церковной пользы». Православные участники экуменических сборищ неоднократно подчеркивают, что они это делают ради, цитата, «свидетельства истин православия перед инославным миром». Однако эффективность такого свидетельства настолько ничтожна, что нам доселе неизвестен ни один случай отказа инославного участника экуменического собрания моления от своих заблуждений и обращения в православие. Наоборот, православные представители теряют способность открыто исповедовать православие. Было утверждение лаврского иеромонаха, что, мол, епископы и священники Русско-православной Церкви Московской Патриархии, принимающие участие во Всемирном Совете Церквей, представляют не церковь, но только самих себя. Однако на следующей же литургии этот лаврский иеромонах и его единомышленники будут служить на антиминсе, выданном своим священноначалием и неоднократно повторять имя Патриарха как Господина и Отца Нашего, то есть свидетельствовать свое полное единомыслие в делах веры с теми, которые, цитата, «все делают от себя, а не от имени Церкви». Как же быть в таком положении? Где же выход для этих монахов? Как поступали в данных условиях православные, когда их иерархи оказывались на пути к отступничеству, если не сказать к ереси? Для некоторых в настоящий момент ответ на этот вопрос «Выход из тупика-1. Переход под амафор тех иерархов, которые открыто, ясно и православно исповедуют нашу веру». Этот процесс начался открыто в 1990 году. Да, были ошибки, да, были провокаторы, да, были те, которые перешли в РПЦЗ не по идейным убеждениям, а в поисках выгоды. Но были и те, чья совесть не позволила им иначе поступить. Были и те, кто не мог себе позволить на словах обличать своих иерархов в отступничестве, а затем лобызать им же руки и возносить их имена на богослужение. Следует еще подчеркнуть, что Русская Православная Церковь за границей не открыла за это время ни одного своего прихода в Россию. Кто был назначен настоятелем в России и за границей? Получает ли кто-либо из духовенства Российской Церкви жалование с Запада? Как правило, духовенство Российских приходов Русской Православной Церкви за границей живет в очень тяжелых материальных условиях. Те приходы, у которых по милости Божией имеются настоящие храмы, ежеминутно находятся под угрозой захвата церковного имущества. Восемь лет – период недолгий, но это даже не начало. Вспомним хотя бы иконоборчество. Ведь еще 150 лет после победы иконопочитателей на Седьмом Вселенском Соборе велась борьба за православие. Я думаю, что процесс противостояния отступничеству в лоне Московской Патриархии подчеркиваю, что врагом является не Московская Патриархия, а именно отступничество в ее лоне только начинается. С появлением православных средств массовой информации деятельные иерархи-экуминисты уже не могут скрывать свои действия. Ныне печатается много книг, благодаря которым у духовенства и мирян начинает пробуждаться церковное сознание. И рано или поздно каждый мыслящий, каждый сознательный, каждый истинно православный священник столкнется с вопросом «Как и с кем мне быть?» Сейчас в России наблюдается вторая волна перехода духовенства в лоно Российской Церкви. Так обычно называют русскую православную церковь за границей на территории России. Это, как правило, священники, которые не питают никаких иллюзий. С проведением нового закона о свободе совести они могут оказаться на совершенно нелегальном положении и все равно они принимают такое решение. Как же перед ними не преклоняться, как их не уважать? Если Московская Патриархия прославила старца Нектария Оптинского за прославленные, а прославленные святые служат для нас образцом для подражания, то почему же нельзя идти по стопам преподобного Нектария, не признававшего авторитет митрополита Сергия и его последователей? Мы, православные, должны прислушиваться к голосу своей совести. Вспоминаются слова тверского священника отца Александра Левковского, расстрелянного за верность церкви и отказ принять ложь митрополита Сергия. Цитата. Я понимаю, что мое церковное самосознание неприемлемо для советской власти, но это меня не смущает. Я готов понести наказание от советской власти, лишь бы остаться честным перед церковью, быть верным ей до конца. И вот в 1990 году она вдруг стала плохой, она резко изменилась. Как? Почему? Потому что до тех пор она была далеко, она была за границей, она была недосягаемая, а теперь она появилась в России и перед каждым православным впервые за 60 лет стал не отвлеченный, а реальный выбор. Между прочим, решение о принятии приходов зарубежной церковью не было запланировано, а долго обсуждалось. Из России поступил ряд прошений в архиерейский синод, и он наконец решил протянуть руку просящим. Это в традиции русско-православной церкви за границей, быть на стороне гонимых и страждущих. Итак, выбор. Быть в лоне этой зарубежной церкви или нет, сейчас реально стоит перед каждым, а это страшно. Есть и чисто психологический, человеческий момент, который нам следует учесть. В 1990 году произошло два события, которые реально отразились на неуспехе. Я ставлю это слово в кавычки, поскольку настоящий процесс только начинается в зарубежной церкви в России. Первое событие Избрание патриарха Алексия II Редигера Патриарх Алексий прибыл в Москву и собрал то московское духовенство, которое было притесняемо в прежние годы и которое чувствовало особую близость к зарубежной церкви. Он, будучи опытным дипломатом, выразил им сочувствие и преклонение перед их подвигом понимания и поддержку. Одновременно зарубежная церковь начала принимать свою юрисдикцию духовенства не всегда самое образцовое, а также требовать покаяния от переходящих из МП клириков. И по-человечески понятно, что духовенство, прежде положительно относившееся к зарубежной церкви, услышав такое жесткое требование, оно, кстати, было предложено именно российскими представителями РПЦЗ с одной стороны, и, будучи обласканно святейшим с другой, восстало против движения, переходящей в зарубежную церковь. Эти московские клирики оказали патриарху Алексию огромную услугу, пользуясь их авторитетом, он смог закрепить свои позиции. Многие из них теперь занимают довольно высокие и ответственные посты в ряде приходов и духовных учебных заведений Москвы. А приходы и общины российской церкви остаются в тисках. В Москве, благодаря союзу Московской патриархии с сильными мира сего, власти вряд ли допустят открытие хотя бы одного открыто действующего прихода зарубежной церкви. Об этом прямо заявил мэр Юрий Лужков на пресс-конференции в Монреале в марте 1993 года. В то время старообрядцы города Москвы дали свое согласие на передачу зарубежной церкви ненужного им храма. А мэр Лужков наложил вето на эту передачу. На вопрос корреспондента когда вы передадите нам, то есть зарубежной церкви храм, который нам подарили старообрядцы, мэр ответил пока я мэр Москвы, я не допущу раскола. Почти во всех церковных магазинах Москвы можно найти книги епископа Варнавы Беляева, архиепископа Аверкия, и романаха Серафима Роуза, отца Сергия Мечева, но в этих книгах совершенно умалчивается принадлежность авторов к зарубежной и катакомбной церквам. А книг, напечатанных с благословения о русской православной церкви за границей, вообще нет. Российские приходы гонимы. Хотя они немногочисленны, верхний эшелон московской патриархии их очень боится. Владыка Приморский Вениамин этого и не скрывает. С одной стороны он восхваляет зарубежную церковь, а с другой сетует, что в его епархии растет количество общин российской церкви. Во Владивостоке существовал храм российской церкви. Верующие с духовенством в течение нескольких лет руками выносили тонны мусора, находили человеческие кости, жертвовали копейки и восстановили Свято-Евсеевский храм. Как сообщил нам настоятель храма в декабре 1996 года, когда он отсутствовал, храм был захвачен группой монахов Московской патриархии под предводительством епископа Приморского Вениамина, вооруженных казаков и наряда милиции в присутствии прокурора и представителя по делам религии губернатора Приморского края. Теперь прихожане молятся по домам и в приспособленных под храм помещениях. Подобные случаи происходят по всей России. Но чем больше гонят духовенство и верующих Российской Церкви, тем крепче они утверждаются в своем выборе. Любопытно, что в своей неприязни к зарубежной церкви, хотя и по разным побуждениям, объединяются представители как традиционного, так и обновленческого направления Московской патриархии. Этот грех гонения своих же братьев лежит полностью на совести иерархии и духовенства Московской Патриархии. И когда речь идет о примирении Русской Православной Церкви за границей и Московской Патриархии, его нельзя замалчивать. И в вашей газете, и в некоторых органах зарубежья прозвучали слова о том, что особой проблемой во взаимоотношениях между Русской Православной Церкви Заграницей и Московской Патриархии являются так называемые параллельные приходы. Желаете ли вы, чтобы мы от них отказались? Но будет ли это нравственно? Будет ли это церковно и в духе Православия? Нет. На предательстве пусть и ради высшего блага нельзя строить церковную жизнь. Характерно и другое явление. Если кто-либо был рукоположен священнический сан архипастырем Русской Православной Церкви за границей, находящимся на территории России, а их включая Украину в настоящее время четверо, и он желает перейти по домофор патриарха Алексия Второго, то такого священника перерукополагают. Уже было по крайней мере три известных нам случая перерукоположений. Первый известного ныне благодаря своей антисектантской деятельности отца Олега Стеняева. Он был рукоположен в иерейский сан бывшим епископом Валентином Суздальским, а вернувшись в МП рукоположен заново. Это перерукоположение можно еще как-то понять с точки зрения МП, поскольку епископ Валентин был ею запрещен в священнослужении. Другие два случая перерукоположения отца Владимира Родионова и отца Дмитрия Гольцева объяснить просто невозможно. Отец Владимир был первоначально рукоположен архиепископом Лазарем Журбенко, который получил хиротонию от зарубежных иерархов, а отец Дмитрий епископом Вениамином, который был хиротонисом в Канаде. Оба, так же, как и отец Олег, при переходе в МП вторично рукоположены. Одновременно мы читаем в докладе Богословской Комиссии Московской Патриархии Архиерейскому Собору о том, что православные всегда признавали действительность таинств Рима-католической церкви и свидетельствов тому тот факт, что католическое духовенство при переходе в православие принимается в сущем сане. Это просто в ум не вмещается. Своих же православных перерукополагают, а рима-католических клириков принимают в сущем сане. Между тем, слава Богу, неизвестен ни один случай перерукоположения переходящего из МП в зарубежную церковь священника. А переходящих в православие из ереси клириков протестантов и католиков Русская Православная Церковь за границей не только рукополагает, но и крестит. Но как же преодолеть наше разделение и что же в конечном итоге является нашей целью? Думаю, что нашу цель можно выразить следующими словами. Победа правды на Руси. Не единение ради единения, а только если это единение приведет к победе правды. Вспомним слова святителя Григория Богослова о том, что бывает доброе разделение и пагубное единение. Вот мы и должны бояться этого пагубного единения. него-то и боятся наиболее трезвые силы русского зарубежья. Итак, не надо себя тешить надеждой, что зарубежные иерархи войдут в состав московской патриархии и в русско-православной церкви за границей произойдет в кавычках переворот. У нас перед глазами печальный пример. Сколько сейчас в России звучит голосов мирян и духовенства протестующих против вероотступничества в лоне патриархии. Но московское священно-начале не обращает на них никакого внимания. А если обращает, то только ради сохранения своей власти. Входя в общение с московской патриархией, зарубежная церковь оказалась бы в общении и с представителями официального православия. С теми, кто совершенно сознательно и нарочито соединяется с монофизитами и с инославными. Желательно ли это? Можно ли надеяться, что в случае слияния с зарубежной церковью московская патриархия прервет общение с официальным православием? Не думаю, что она это сделает, а если да, то весьма нескоро. Таким образом, наше соединение с московской патриархией повлекло бы за собой общение с теми, кто подлежит анафематствованию за участие в экуменической ереси. Реально говоря, я просто не представляю, скажем, как наши архипастыри могут сесть за один стол с членами священного синода московской патриархии с теми, от кого в настоящее время открещиваются ревнители православия в лоне самой патриархии. ревнители 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 православия православия в лоне самой патриархии. Заявления и действия членов синода настолько противоречивы, двусмысленны и временами просто лукавы, что нет ни малейшего основания надеяться на наличие какой-либо искренности. Кроме того, каждый постоянный член синода скомпрометировал себя в вопросах веры. Будь то речь перед раввинами, прохождение через языческий огонь, модернистское богословие, духовное и молитвенное обратание с еретиками, неужели можно говорить о действительном желании с их стороны преодолеть наши принципиальные расхождения? Известен ли вообще хоть один случай, когда не на словах, а на деле московская патриархия проявила хотя бы к российским приходам доброжелательное или просто христианское отношение? Руководители московской патриархии могли бы хоть раз не препятствовать общине российской церкви в Москве получить помещение под храм. Этим они бы показали, что заслуживают хоть какого-то доверия. Архиепископ Марк сделал попытку, с которой многие не согласны, которая многих смутила, показать патриарху Алексею свое доброе отношение и в 1996 году нанес ему визит. Буквально через несколько недель московская патриархия обратилась к датскому правительству с требованием отдать им Александр-Невский храм в Копенгагене. Затем начались попытки захвата дореволюционных русских храмов в Германии и все это в епархии архиепископа Марка. А в июле 1997 года при помощи палестинской милиции насильственно отнят Свято-Троицкий монастырь в Хевроне. Если бы меня спросили какой элемент зарубежной церкви более всего стремится к единению с московской патриархией я бы ответил что по моим наблюдениям это большей части именно те кто принадлежит к относительно в кавычках либеральному крылу зарубежной церкви это как правило не те верующие которые живут заветами святителя Иоанна архиепископа Аверкия митрополита Филарета и романаха Серафима Роуза думаю что такое в кавычках вхождение в зарубежников в МП не окажет желаемой поддержки ревнителям в лоне московской патриархии преснопамятный первоиерарх русско-православной церкви за границей митрополит Филарет Вознесенский оставил нам завет держи что имеешь вот путь которого мы должны придерживаться ничего не добавлять от себя не надеяться на свой ум на свои человеческие силы на земную логику на политические расчеты если со стороны духовенства московской патриархии будет такое же отношение ревность и любовь к православию доброжелательность к тем кто пытается быть верным православию то нет сомнения что рано или поздно мы будем вместе я думаю что совесть консервативной частью духовенства рано или поздно не выдержит отступничество иерархии и та невидимая грань что ныне разделяет два течения в московской патриархии станет видимой и непреодолимой тогда мы органически божьей благодатью а не политически не тактически будем иметь не только единую веру едино сердце но и полное общение у чаши христовой именно тогда произойдет то истинное единение веры которое является подлинным церковным во христе Русь православная номер пятый тысяча девятьсот девяносто восьмой год деяния двадцать восемь шесть переменили мысли и говорили притчи двадцать шесть двадцать восемь лживый язык ненавидит управляемых им и льстивые уста готовят падение языки двадцать три девять зато я и отдал ее в руки любовников ее к которым она пристрастилась оси два десять и ныне открою срамоту ее пред глазами любовников ее и никто не исторнит ее из руки моей откровение двенадцать четыре дракон сей стал перед женою которая надлежала родить дабы когда она родит пожрать ее младенца великое ли дело с позаранку встать когда еще петух не кукарекал неспешно на молитве восхвалить Христа и о душе подумать натощак и крепко еще на небе гаснет звездопад и орион линейку тянет стройно ум не смущен нет мысли не в попад легко в молитве прошлое припомнить поклонами отметить все благодеяния и точно знаешь кланяясь кланялся чему мысль отдохнувшую в предведенье протянешь другие видя окна нас в пример возьмут не торопясь вникать в библейский текст когда еще нам когда еще нам выгадать минуты за суетой спешащим нет времени присесть заботой дня им ум треножить путать поклона в сто хотя бы сей лимит осмысленно протиснись достучись к святыне прося творца нам хлеба отломить и дать горячего чтоб тело не остыло так вовремя будильник в уши прозвенел холодный пот пол сонливость разбазарил после молитвы столько же ждет дел бездействия с презрением быстро старит делиться опытом хорошим не зазорно но каждому ли встать по силам до пяти без двадцати минут глаза еще как ссором когда округа вся изнежившись храпит великое ли дело свой путь отмозговать благословением евангельским сугубо заручившись рюкзак новозаветный кинув на кровать под старость сам в себе почувствовав мальчишку великое немало потом сойдет за подвиг укажут и потомкам на огненное ложе начнем две стрелки к рубежу подходят иначе обмельчаешь совет презрением загложишь 25 ноября 2008 год Игнатий Лапкин лозунг а лозунг